Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы поговорим о стеснении о том как избавиться от стеснения ну наверное лучше было бы назвать этот сюжет не как избавиться от стеснения а как сделать его правильным стеснение но для многих эта мысль не зайдет просто из названия для многих она пока что звучит как избавиться от стеснения то есть они чувствуют что есть некое стеснение что в принципе она им только вредит и соответственно думают как бы от него избавиться но на самом деле сам вопрос сама постановка вопроса неправильная от него не избавляться нужно его нужно сделать правильно чтобы она вам служила вам они против вас но обо всем по порядку что такое стеснение друзья на самом деле стеснение это механизм самосохранение человека многие там атеисты всякие разного рода разного толка разных мастей утверждают что совесть мораль это некое такое разработанное обществом обезьян модернизированных явления как бы чтобы поддерживать просто человеческое общежитие вот как это не гадь другому чтобы он не гадил тебе и так далее это в общем-то инструмент поддержанием общежития на самом деле это не так не я не знаю может быть у потомков обезьян это и так я им не являюсь но у нас у людей богом сотворенных это не так это механизм самосохранения стеснения ну ответьте себе сами например если бы вы стеснялись там тащить какую-нибудь тетку в койку на первом свидании вы бы стали ее там выгуливать в кафе платить за нее и так далее вы бы стали вот это вот терпеть дерьмо которое на вас льется а если вы не стали его терпеть когда вам нужно алименты платить жилье отдавать нет ну и что это как не инструмент самосохранения но друзья в чем особенность почему многим хочется избавиться от стеснения потому что матриархальная пропаганда вообще пропаганда мира сего она навязывает ложное стеснение сейчас объясню для чего то есть ну я думаю понятно я это даже упоминал ты должен стесняться что там не знаю в 18 лет не перетрахал еще всех девок на планете и так далее ты должен стесняться что не бухаешь быдлом не являешься то есть в определенных кругах ну практически в основной массе человечество ты должен стесняться за то что ты не быдло вот ты должен стесняться если ты где-то действительно отличаешься в лучшую сторону умом ты чё самый умный вот это же просто страх страшный ты должен стесняться нормальных вещей и наоборот соответственно хрени всякой не особо-то стесняться так вот почему это делается почему человека заставляют навязывают ему мысль стесняться нормальных своих человеческих проявлений дело в том что стеснение это как я уже сказал обычный механизм человеческий он ему дан для самосохранения и он как и любая вещь конечно в этом мире то есть грубо говоря вам дано там ну условно не знаю 20 килограмм стеснения да этих 20 килограмм вот так хватит чтобы обеспечить функцию самосохранения и что вам предлагают сделать ну некая контрмера знаете как вот вертолет летит и ракетки отстреливает тепловые чтобы если там пзрк по нему отработает земли то может за ракету идет то же самое здесь вот эти 20 килограмм стеснения из вас не выдернуть это богом данная вещь вот и поэтому стадо вам предлагает что смотри-ка вон там видишь не за дерево стоит вижу стесняйся дерево потрать на него два килограмма стеснения а почему дерево ну как почему надо стесняться ну ладно стесняетесь вы дерево вот смотря вон там не знаю пруд к примеру до пруд или озеро надо пруда стесняться вот короче ваше стеснение отводят за контрмерой чтобы на нужные вещи у вас его не осталось чтобы когда действительно будет нужно стесняться у вас не останется просто этого стеснения самого вас заставляют стесняться просто как громотвод делают громотвод для вашего стеснения а потом вы оказываетесь раскрыты и потом как раз вам говорят что а перетрахать всех это круто но да вы такой да круто но когда вы до практики доходите то ваша перетрахать всех будет заключаться в том что вы начнете просто платить платить там за кафешки фигешки и так далее то есть основная масса людей которые вот этих вот трахали злых которые идут в атаку с целью всех перетрахать они не перетрахивают всех они просто плачут очень много потом вписываются в ипотеки имущество отдают в элементы попадают и так далее короче говоря вот это стеснение его нужно просто нормализовать от него не нужно избавляться потому что избавиться во первых от него не получится я говорю что она вшита в нас во вторых если бы ну абстрактно получилось это было бы плохо вы избавились от инструмента самосохранения только с этой целью она и существует просто нужно избавиться от той от неправильного стеснения каким образом это сделать пересмотрите вот просто сделайте себе список то чего вы реально стеснялись где вас там смогли в краску вогнать за последние полгода год просто список сделайте и логически продумайте реально ли но реально ли вы что-то сделали там предусудительная как правило нет то есть я не знаю с чего вы можете начать вы можете голым по квартире ходить потому что и этого вас будут заставлять стесняться в 1 живете или там не знаю с женой живете да почему вам голубы не ходить по квартире под вас будут заставлять стесняться своего тела одну голому как то нехорошо ходить да да, ну, блин, ну, как бы не хорошо, не плохо, на самом деле, потому что под одеждой вы один черт голый. Но, стесняясь ходить голым по квартире, вы потом вдруг обнаружите, что вам не хватит стеснения вот там как раз не связываться с какой-нибудь мамулечкой-одиночечкой. Стеснения хотя бы даже по отношению к тому человеку, к ее бывшему, которого она кинула и так далее. Стеснение творит дичь. У вас его не будет хватать. И вы вляпаетесь, и вы вляпаетесь там и в элементы и так далее. Поэтому пересмотрите все, чего вы стеснялись, дайте этому оценку и начинайте выкидывать. То есть, как ни странно, но это действительно будет выглядеть как борьба со стеснением каких-то вещей. Но знаете, что вы заметите? Очень интересную вещь. Когда вы начнете вроде как бы бороться со стеснением, вот, теперь я не буду стесняться вот этого. Но еще раз говорю, когда это не нужно стесняться, вы обнаружите, что оно переползло. Вы его не выкинули, а выдавили в другую сферу. И вот это будет, скорее всего, правильно. Вы начнете его выдавливать. По мере того, как вы перестанете стесняться там, не знаю, в 17-18 лет не перетрахать все, что движется, вы вдруг обнаружите, что стесняетесь украсть. И вот это будет уже правильный ход. Оно начнет становиться тем, чем должно быть стеснением. Инструментом самосохранения. Оно просто начнет переползать. То есть, корректируйте. Каждый элемент, которого вы стесняетесь, спрашивайте себя, действительно ли он плох. Это во-первых. Во-вторых, вы увидите, что те, кто вам навязывает вот это ложное стеснение, они не выдерживают правды. Я об этом много раз говорил. То есть, когда вы где-то в коллективе, не знаю, получите обвинение, что, о, блин, да ты девственник, наверное, если вы начнете, не просто в краску вогнались и все, и замолчали, если вы только начнете эту тему расшаривать, вы уже не окажетесь в этом коллективе никогда. Вас возненавидят. Вас будут бояться и ненавидеть. То есть, ну да, девственник. Ну, разве лучше там, не знаю, это самое, с женщиной какой-нибудь связываться и осознавать, что ты целуешь губы, которые член сосали. Вот, просто вы говорите, как есть. Понимаете, и тот, кто вас попытается подколоть, он умоется, умоется по полной программе, по моими. Через полминуты. Вам стоит только выдержать правду. Вот этот якобы огонь на себя вызвать. Это не огонь на себя. Ну да, это так есть, я девственник. Вот. Но вы знаете, что мне, наверное, все-таки комфортнее быть девственником, чем, например, у меня бы была женщина, я бы ее целовал и понимал, что туда очень много чего попадало. Вот. И мне бы неприятно было целовать. И понимаете, тот, кто вас только что подкалывал, он... Он с вами общаться перестанет. Вот. После такого. И так далее. Вот. Или там, не знаю, что лучше быть девственником, или даже вот просто... Это... Или же чужих детей растить. Вот. Видеть в детях продолжение своей очереди на женщину и того, кто ее жарил. Одного из тех. С вами... Вас очень быстро начнут бояться. Те, кто вас пытался чмырить, очень быстро стушуются. И вы увидите, как вот это ложное стеснение, которое вам навязывают, как оно боится света. Оно сразу бежит в темноту. То есть, как правило, все, что вас будут подтрунивать, это такой крик из темноты. А ты-то вот такой-сякой... Фонарик достаете туда. Чего-чего? Кто говорил? И вы видите, как вот эти тени туда обратно уходят в темноту. Света они боятся жутко. Вот. Поэтому пробуйте. И у вас появится свой кодекс чести. По которому вы будете сами себе обозначивать правы, вы не правы и так далее. Кодекс чести, в принципе, вы тогда перестанете испытывать какие-то терзания. Когда ваш кодекс чести совпадет примерно с Божьим кодексом чести. с заповедями, то бишь, Божьими. Вот тогда вы получите определенную гармонию. Тогда же вы получите социальное одиночество, которое вас не будет тяготить. То есть, от вас действительно вот эти вот существа тьмы отойдут. Другие будут подходить медленнее намного, потому что количество качества никто не отменял. И вы будете понимать, что с одной стороны социально вы стали одиноки, с другой стороны это одиночество суть вынос мусора из жизни. Вот. Поэтому одиноки с социальной точки зрения. Но с вашей субъективной вы это воспринимать будете не более одиноки, а более чисты. Вот. Вы вымылись. Я вот знаете, когда моюсь, если вот бывает придешь там, не знаю, день весь забегался, я когда пот себя смываю, я не начинаю чувствовать себя одиноко. И вот с этим отворачиванием там друзей, знакомых, родственников, вот это примерно тоже ощущение. От того, что ты стал чище, ты не чувствуешь себя более одиноким. Вот и все. Поэтому, друзья, пробуйте, смещайте ваше стеснение в правильную плоскость. Скорее всего, оно уже в неправильной плоскости. Практически никто этого не минует. Никто не минует ложного стеснения. Потому что работать начинают по людям буквально там с детского сада, с самого детского возраста. Навязывают ложное стеснение. Пробуйте. Пробуйте в конкретных проявлениях. Ну и, собственно, увидите, довольно быстро увидите метаморфозы положительные. Все, пробуйте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...